Стартовал четвертый этап чемпионата Ивановской области по мини-ралли-рейдам. Гонка планировалась как заключительная в осеннем сезоне, но волей у матушки природы стала первой в зимнем. От больших гонок мини-ралли-рейды отличаются существенно. Ралли-рейды – это трасса приблизительно 50, а то и более километров. Здесь трасса небольшая, тут в течение часа будут ездить спортсмены по кругу около 4 километров, то есть сколько кругов наедет. То есть победитель тот, кто больше кругов пройдет и, соответственно, первый придет. Но суть состязания остается прежней – выдержать часовую карусель, удержаться в гонке, грамотно использовав ресурсы автомобиля. А трасса протяженностью почти 4 километра станет проверкой на прочность и для пилота, и для его машины. Трасса – полевая дорога по краю поля проложена. Ну, вернее, не мы ее проложили, мы используем эту полевую дорогу. Повороты левые, правые, сложность разная, рельеф пересеченный такие, есть ямы, лужи. Погодные условия гонщикам оказались только на руку. Подмерзший грунт и снежок – более приемлемые условия, чем грязь. Ведь гонка скоростная, и стеклочистители не всегда справляются. А это причина схода с дистанции. Однако и подмерзшая трасса таит немало опасностей. К счастью, участники к ним готовы. Сначала все равно надо первые круги ехать осторожно, потому что будет очень скользко. Но по правилам ралли-рейдов на шипах, на боевых, можно ехать с 1 ноября. Сегодня еще не наступило 1 ноября, поэтому мы едем на грязевой резине. Чревато это ошибками в поворотах. Вот сейчас эта чревато будет то, что повороты есть некоторые сложные. Вот сзади меня есть поворот с елочкой. И когда мы пойдем в обратную сторону, даже летом, мне все время хотелось эту елочку шибить. Елочка такая толстая, ну почти в обхват. Выносит туда просто с большой скоростью. И надо вовремя, пораньше оттормаживаться придется. В ралли-рейде приняли участие гонщики из Ивановска и соседних областей. Только опытные спортсмены на сильных автомобилях. Получилась очень зрелищная и живая гонка. Первое место в классе автомобилей с объемом двигателя до 2,5 литров победил ивановский гонщик Андрей Хуснудинов на своем боевом УАЗе. Свыше 2,5 литров победителем стал также уроженец Ивановской области Алексей Соколов. Действительно, дома и стены помогают, хотя в данном случае скорее поля.